Эти потенциальные движения могут быть очень быстрыми, а все накопительные движения перед этим могут стать последними длительными накоплениями в цикле. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Что будет с биткоином дальше? Нас ждет 2 года безудержного роста? Как 2015 год влияет на развитие цены биткоина сегодня? Почему лайткоин является хорошим индикатором для биткоина? И когда мы будем, наконец, пробивать новый исторический пик? Все это в этом видео. Ссылка на оригинал, как обычно, в описании. Помните, все, что вы увидите в этом ролике, это мысли авторства Тайлер Эс, которые мне показались интересными, и я решил поделиться ими с вами. Все ваши торговые решения вы должны принимать только своей головой. Берегите свои кровные деньги, ведь мы с вами должны только богатеть. Никак иначе. Поехали. Вау, похоже, биткоин становится чем-то большим в этом году. Этот паттерн чашка с ручкой, о которой мы говорили уже несколько дней, показывает нечто совершенно потрясающее. Еще более волнующее, чем 2 дня назад. Важно, что нам остается всего лишь 2 шага, которые очень важны и много значат для биткоина. И особенно интересно, что это уже случалось дважды в 2015 и дважды совсем недавно. Вы можете не совсем понимать, о чем идет речь, но поверьте, увиденное поразит вас. По факту, лайткоин будет даже интереснее биткоина. И столько объяснений почему. Я не был настолько взволнован с тех пор, как мои родители сказали, что все-таки любят меня. Это просто жесть. Итак, в этом видео мы не только поговорим о том, что происходит с биткоином, но также взглянем под другим углом на его долгосрочную перспективу. Поэтому, вместо того, чтобы, как обычно, сфокусироваться только на одном отрезке, мы поговорим о двух очень больших и детальных сигналах, которые сливаются в нечто прекрасное. И вы точно не захотите это пропустить. Но прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы поставили лайк, подписались и нажали на колокольчик. Ребята, вы наверняка слышали, что 2021 год будет сумасшедшим для биткоина. Но мы верим, что 2020 будет горячим и дерзким. Ну и, конечно же, 2021 будет не хуже. Что мы видим на этом примере паттерна чашка с ручкой? Видим мы следующее. Это вершина паттерна конкретно на этой схеме. Как вы видите, примеров здесь очень много, но общие характеристики у всех одинаковы. Вершина чаши вот здесь, затем ручка, а после этого прорыв цены. Но после этого прорыва всегда следует откат, снова фактически до уровней вершин чаши, а затем продолжается растущий тренд. Следующий пункт. Почему я считаю лайткоин хорошим индикатором? На самом деле, очень многие криптоаналитики называют лайткоин неким братом биткоина, за которым последний все повторяет. Поэтому я подчеркиваю, что использовать лайткоин как индикатор бывает полезно. Помните эту чашу с ручкой, которую я вам показывал? Ручка, прорыв, откат и продолжение роста. И мы уже в разгаре событий на лайткоине. Вот наша ручка, вот наш прорыв. И откат будет происходить до вот этих уровней, где-то 64-65 долларов. Я не говорю, что все это отработает с точностью до доллара, но я уверен, что небольшой откат спустя день или два был бы весьма кстати прямо сейчас. Поэтому на протяжении следующих дней или недели увидеть небольшой откат по лайткоину было бы правильно, чтобы отработать этот паттерн. Итак, если здесь будет откат, а затем продолжение роста, это будет подтверждение фигуры. Также я хочу показать вам, до каких уровней обычно вырастает цена в этой фигуре. Хотя вы и так уже все видите, но обычно нужно взять расстояние от вершины чашки до ее низа и просто поместить это расстояние в точку прорыва. Поэтому если мы подтвердим прорыв, это приведет цену лайткоина на 20% выше от текущих отметок. Друзья, давайте перейдем на график биткоина. Как вы видите, точно такой же паттерн повторяется и здесь, хотя лайткоин мне нравится больше. Скорее всего, лайткоин исполнит предстоящее движение первым. И это будет отличным индикатором того, что будет делать биткоин. И кстати, не забудьте, что во второй части этого видео я покажу то, что вам обязательно нужно будет увидеть. Это более долгосрочное видение, но оно очень важное. Но давайте закончим с биткоином. Если он отрисует паттерн чаша с ручкой до конца, то его курс поднимется до отметок выше 11 тысяч долларов. Это будет просто взрывом. Он пробьет 10 тысяч долларов и 11 тысяч долларов. Уровень, который является большим сопротивлением. Просто посмотрите, что это за уровень. Он находится выше всех уровней сопротивления вот здесь. Это будет хорошим подспорьем для того, чтобы вырваться еще выше. И вот что я написал в твиттере. Биткоин взлетит, как только пробьет свой исторический пик. Получайте удовольствие от тишины, пока она есть, потому что биткоин скоро очень сильно нашумит. Люди недооценивают, как быстро биткоин вырастет от 20 до 50, а затем и до 100 тысяч долларов. Большинство новичков даже не видели полный бычий рынок. Они понятия не имеют, насколько биткоин быстро пропампится, когда он будет готов. Пока что мы находимся на пути к этому, но по моему мнению, как только биткоин достигнет отметок выше крайнего исторического пика, на рынке будет происходить полное безумие. Мы увидим, как он взлетит намного быстрее, чем когда-либо. Да, сначала он будет обманывать скучным движением, но затем скорость его будет просто безумной. Если вы были на рынке в 2017, вы помните, что тогда происходило. С каждым новым днем биткоин становился все быстрее. Он взлетал с сумасшедшей скоростью. Просыпаешься утром и дыхание перехватывает от того, что происходит. Многие из вас наверняка к этому не привыкли, потому что это было два года назад. Но этот феномен – реальность, когда речь идет о взрыве, которого мы не видели с 2017 года. О настоящем бычьем взрыве. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Если мы посмотрим на отметки выше 11 тысяч долларов, мы видим, что дальше зон сопротивления практически нет. И, скорее всего, биткоин просто уйдет в параболический рост. И это произойдет всего лишь где-то за месяц. Это может звучать дико, но я действительно думаю, что если паттерн себя отработает, то всего лишь спустя три месяца мы уже можем тестировать предыдущий исторический пик на прочность. Мы будем находиться в диапазоне от 16 до 20 тысяч долларов. На дневном графике мы видим, что биткоин не особо долго находился выше 11 тысяч долларов. Видите, всего лишь несколько раз мы были выше. Два месяца здесь в 2019 и всего лишь один месяц в 2017-18 годах. Именно потому, что биткоин так недолго за всю историю находился выше 11 тысяч, пробитие этого уровня является большим фактором продолжения роста в поисках нового сопротивления. Хотя я не думаю, что там будет слишком уж много сопротивления. Я думаю, что ни 12, ни 13 тысяч долларов не будут проблемой. А выше 14 тысяч и вовсе не было никаких сопротивлений в прошлом. Так что с каждой новой вершиной сейчас биткоину будет все легче и легче расти. Это будет эффект снежного кома. Поэтому обратите внимание на это, потому что эти потенциальные движения могут быть очень быстрыми, а все накопительные движения перед этим могут стать последними длительными накоплениями в цикле. Поэтому я считаю, что тестирование уровня прошлого исторического пика спустя 3 месяца вполне реальная перспектива. И можно сказать, что уровень в 11 тысяч долларов тоже является локальным историческим пиком, потому что биткоин очень недолго задерживался выше него. Более того, даже выше 14 тысяч долларов мы были только в декабре 2017 и январе 2018. Всего лишь 4 недели. Учитывая, что вот этот нисходящий треугольник начинается немного позже, чем пик в 20 тысяч долларов, это выглядит как нечто, чем можно пренебречь. Поэтому мы смело можем сказать, что биткоин находится намного ближе к историческим пикам, чем люди могут думать. А теперь давайте перейдем к кульминации, ребята. Это то, что вам нужно увидеть обязательно. Итак, как вы, наверное, знаете, оба вот этих бычьих забега в 2013 и 2017 годах показали подозрительно похожие цифры отката после достижения пиков 83%. От вершины здесь до того, что было дном тогда, произошел откат на 83%. Невероятно, но и отсюда, от вершины 2017 до дна медвежьего рынка, также произошел откат на 83%. Но есть еще что-то куда более интересное, на что нужно обратить внимание. Это 200-дневная и 21-дневная средние скользящие. Мы пытались пробить их пару месяцев назад. И нам это удалось. Но после достижения 14 тысяч долларов вот здесь, снова откатились ниже. А теперь, как вы знаете, на прошлой неделе цена снова пробилась выше скользящих. Теперь посмотрите. То же самое происходило и в 2015, перед началом продолжительного роста биткоина. Как вы видите, вот здесь цена пробила скользящую. Затем откатилась ниже нее и после снова пробилась выше. И затем, как вы видите, цена не уходила ниже 200-дневной скользящей. Аж до достижения нового исторического пика в 2017 и конца бычьего рынка в 2018. Еще раз, следите за скользящей ценой. Первое пробитие было неудачным, а второе удачным. И затем 2 года роста. Теперь смотрим, что сегодня. То же самое. Первое пробитие было неудачным, а второе удачным. И теперь мы прямо в начале чего-то потенциально огромного. Посмотрите, прямо сейчас эти скользящие пересекаются на наших глазах. 200-дневная скользящая и 21-дневная скользящая прямо сейчас пересекаются. Но помните, ребята, что это не означает, что на следующей неделе нас ждет мегапамп. Я просто хотел показать вам, насколько сумасшедше похожи эти две ситуации. И то, как много бычьих сигналов на графике. Ребята, я не люблю говорить, что то, что было в прошлом, обязательно должно повторяться. И видно на графике, что эти две ситуации здесь и эти две ситуации здесь не совсем похожи между собой. И это хорошо. Они не должны повторяться в точности. Но фактически то, что сказал Тайлер С, является одними и теми же сигналами. И факт того, что и здесь, и здесь откаты составляли одинаково 83%, лично мне кажется фантастическим событием. Но это реальность. Мне не нужно делать выводы и не нужно повторять за Тайлером С. График сделает это сам. Если все эти сигналы продолжатся, то вы видите сами, что происходило после. Однако, оставляю эту информацию для вашего собственного анализа и принятия вашего собственного взвешенного решения полностью в вашей зоне ответственности. Но даже если все пойдет не так, все равно, согласитесь, это было очень захватывающе. И спасибо Тайлеру С за такое прекрасное видео. И мне, наверное, за то, что я его перевел. На этом все. Пишите свои мысли по поводу этих мистических совпадений в комментариях. А также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Ребята, вы наверняка слышали, что 2011 год... Тьфу ты. Субтитры сделал DimaTorzok